Так, значит, мы пытаемся превратить урбанистику в философскую дисциплину. То есть уйти от некой описательности и постараться понять, что такое город и что такое горожане на самом деле. Всякие попытки говорить, что город это то, город это третье, это там где ворота, где у тебя чего-то огорожено, там где у тебя есть церковь, там где у тебя есть ратуша и всякие прочие, они все неудачны. То есть это все внешний разговор. Я хочу сказать, что на мой взгляд есть нечто, то, что является неким омплосом горожанина. То есть город это то место, в котором живут горожане. А село там, где селяне? Вы знаете, хотя история знает прямо противоположные примеры. Бывает так, что с какой-то ситуацией, когда город, горожане его покидают по каким-то причинам, и жители окрестных деревень приходят и начинают в нем жить. Ну классический образец такой это Львов. После знаменитой Волынской резни, то есть после победы в 1945 году, фактически после этого. Там самое интересное, что западные украинцы для вот этой Галичины никогда не были городским населением, а им в городе практически никогда не жили. То есть это вот именно чисто сельское, деревенское, хуторское население, не имеющее никакого отношения к городу. А в городе жили русские, евреи, поляки и немцы. Ну что касается Львова, то это поляки и немцы, евреи, то есть три как бы народа, а этих не было. Я прошу прощения за долгое отступление. Я просто хочу сказать, что бывает такая ситуация, когда вроде бы город есть, а население его не городское. Я так понимаю, что ровно аналогичная ситуация у нас была с Выборгом. Когда местных горожан финнов отселили, и на место из них пришли жилищияне. Как там было? Вот какой-нибудь певец за Выборгской историей вот этого 40-х годов, обязательно было бы интересно понять, как там это функционировало. Но я хочу сказать, что нынешний Львов совершенно не имеет вот этому прославленному городу Австралийской империи. Там нет ни той знаменитой математической школы, ни лиц масштаба Станислава Лема, который там родился. Вот оно населено вот именно сельским населением. И я хочу сказать, что это сельское население, по сути, сельским населением до сих пор и осталось. Оно, несмотря на то, что оно живет в 600-700 тысячном городе, оно тем не менее не превратилось именно, собственно, в горожан. Так что ж такое горожанин? Я возьму эту интуицию, здесь можно начинать смеяться, у Владимира Африкановича Никитина. Те, кто его знают, могут начинать смеяться, да. Значит, он говорит, что город – это пространство возможностей. То есть это то, где у тебя много чего происходит. Это то, что ты можешь где-то кем-то стать. Я хочу заметить, что надо это превратить не именно в город, то есть лишиться субстантности, а сказать как определение горожанина. Горожанин – это тот человек, для которого внешняя среда развернута как пространство возможностей. То есть моя возможность стать кем-то, она как бы отчуждена от меня самого и положена передо мной. И это, на мой взгляд, является ни с чем иным, как он-то сам горожанина. В этом смысле можно сказать, что горожанину по большому счету неважно. Это в одном из рассказов Олега Довлатова, Сергея Довлатова, значит, в нем какая-то дама обсуждает вопрос, почему и важно жить в Ленинграде. Потому что там есть Эрмитаж, и потому что там есть Русский музей, и там есть Мариинский театр, то есть Кировский на тот момент и так далее. Но мы же в них никогда не ходим. В Эрмитаже у нас не было 15 лет, в Русском музее 20. Но я же в любой момент могу туда сходить. И это есть понимание города как некоторых возможностей. То есть сама вот эта ситуация, отношение со своей деятельностью как с деятельностью возможностей, является антологической сущностью проявления горожанина. Как быть селянином обычным, я не знаю. Быть может, для него это быть с кем-то, или становиться кем-то, или разворачиваться, может быть она в нем скрыта, то есть она в нем есть, но она не положена перед ним, для него, для самого. Или наоборот, для него положена некая ограниченность города. То есть не города, а ограниченность собственной жизни. То, что мы замкнуты в определенного рода кругу, из этого круга не выйдешь. Семья, дом, дрова, лучина, корова с коровником и так далее. Если у тебя вот это некоторое, другой он-тос как бы существует, тогда ты замкнут в каком-то законченном совершенном мире. Ясно, что тогда получается, что у селянина и у горожанина по-разному устроено даже само время. И селянин, оно всегда циклично. Каждый год оно повторяется, собирать урожай, убирать урожай. А именно напротив, горожанин-то является тот самый субъект, который являлся заказчиком идеи развития. То есть завтра будет лучше, чем сегодня. Мы развиваемся, завтра я буду другой, чем сейчас. Мои дети будут другие, чем это. Я могу сделать то, то и то. Если действительно оказывается, что город возник каким-то образом случайно, совсем не из-за какой-то рода деятельности, а возник вот таким образом, то у нас как бы именно горожанин является заказчиком идеи строительства. Я хочу заметить, что многие города, российские особенно, которые являются по сути номинально, то есть по номинованию городами, на самом деле городами такими не являются. Это индустриальные деревни. Ну, пример такой классический. Вот город Воркута. Он находится накануне шахт, где у нас есть замечательный угол антрацит. И там есть небольшое правление в центре, а по краям раскидываются поселки. Ну, например, самый большой из них Варгашовский. И вот в этом Варгашовском поселке жизнь местного населения, она тоже носит вот такой замкнутый характер. Они по сути являются селянами, но вместо коровника у них шахта. У них весь город вокруг этой шахты сделан. То есть внизу шахта, а наружу там квадратами выставлено несколько десятков пятиэтажек. Может быть, несколько сотен. Да, Влад? Шахта отеля стоит. Шахта сама по себе, да. А рядом с ними... Ну, это функциональный город, конечно. Да, он функциональный. То есть там отсутствует... Там вся инфраструктура, которая есть, она как бы носит служебный характер. То есть она не дана... Она не взявится... Структуры не утилитарной, такой свободной. Ну, у тебя должна быть больница, то есть на деревенском языке фельдшерский пункт. Или что-либо еще. И она там есть. Тебе надо куда-то сдавать детей. Поэтому у тебя там есть тюрьма, она же школа. И школа, она же тюрьма. Ты туда сдаешь детей в то время, когда родители на шахте. Женам шахтеров надо где-то работать. И так у нас часто по всем городским, таким индустриальным деревням, вместе с областями шахтеров и тяжелой промышленности, встраивали, скажем, швейные мастерские или обувной завод. Женщины работали на одном, а мужчины работали на другом заводе. А как же быть с моногородами? Есть же понятие. Вот, вот, вот. Я говорю, что моногород, это не город в первую очередь. Это индустриальная деревня. И населяют ее селяне. Есть же стандартное различение города и деревни. Помимо прочих внешних обстоятельств, то, что деревня занимается сельским хозяйством, а город занимается промышленностью. Ну вот, в моем смысле, что есть некий специальный оттас горожанина. У тебя, теоретически, можно сделать так, что люди и горожане будут заниматься в смысле сельского хозяйства. Ну, например, одной из их деятельностей будет большой тепличный комплекс, но это их не делает деревенскими. У них другой... На самом деле, тепличные комплексы это фактически уже не сельское хозяйство, это фактически промышленность, которая основана на сельском хозяйстве. Ты опять сводишь разговор к тому, что город это то, что огорожено. Нет. Я свожу к тому, на самом деле, что есть два вида человеческих деятельностей. То есть, одна это привязка к земле, то есть, то, что называется крестьянин, сельский житель, а другая есть не привязываясь к земле, а привязка к каким-то ремеслам, как к торговле. Вот торговля и ремесла, они как бы к земле не привязаны, и поэтому они могут организоваться в то, что называется город. А сельский житель, который привязан к земле, он не может к городам селиться, потому что ему нужны просторы земли, и поэтому возникает деревья. Деревня не может встать городом, потому что они на земле. Ну, то есть ты отвергаешь вот эту институцию по поводу того, что есть специальный аутас горожанин, муниципиально отличающийся от аутаса жителей деревьев. Нет, ну мы же прекрасно. А ты говоришь, что только того, кто в земле копается, тот селянин, а кто в земле не копается, тот и горожанин. Нет, я согласен с тобой, что, конечно же, территория и конъюнктура определяет тип, в котором живет человек. Естественно, человек сельский, может он даже конкретно землей не занимается, какой-нибудь, скажем, учитель сельский, становится в каком-то смысле селянином, да, и у него, он-то всего приобретает вид действительно какой-то другой, по сравнению с тем же учителем, но горожанином. Наверное, это различие... Да, я хочу сказать, что это ни в коем случае, благодаря Колковскому Дмитрию Евгеньевичу, мы это очень хорошо знаем. Вот он убедительно весьма показывает, что последние события, как бы, в Киеве, они состоят в первую очередь, кто является в должности силой. Те самые вот эти крестьяне, то есть селяне, со своим местным, которые в очередной раз пришли одержать победу над городом, в этот раз над Киевом, так как они победили Львов. Вот это не победили Львов, местное селение ушло, и они в нем, потом из поколения в поколение о нем остались теми, кем были. То есть они не приобрели нового волонта, согрожанина. У тебя вся вот эта высокая культура, которая существовала во Львове, она исчезла и пропала без непоследно. И они приходят на центральную площадь, пытаются жить своей жизнью, разбивают свои палатки. На сегодняшний день у них там даже есть виноферма небольшая, они там птицу содержат, и все это на Майдане посередине Киева. Почему? Потому что они пришли его побеждать. Не становишься ни в коем случае горожанами. Их идеал это так называемая культура. А в чем состоит главная культура? А у нас типа того, что честная деревня, у нас двери не закрывают. Так ведь для горожанин на это не очень важно. То есть это тоже важно. Но способ жизни горожанина другой. Понятие об этике другое. И когда ему говорят, а когда говорят о культуре, это значит семечки на пол не сморкать. Это когда у нас двери не закрывают, это для него культура. А культура в то время это Львовская математическая школа. А культура в то время это Станислав Лем. И всякое прочее. Это другое. Просто другое. Они об этом не знают и о нем никогда не соприкасаются. Это люди, настоящий охотник, который вместо обычных леса попал в каменные джунгли. И он в них совершенно замечательно охотится. Очень многие люди в начале, в середине 20 века, они таковые были. Украину это особенно коснулось. Это я опять к Голковскому отсылаюсь. Почему? Потому что он приводит табличку. 25-го года Советский Союз тогдашний появился. И там можно посмотреть, что украинцы практически всегда были третьим народом в городах. Ну, за исключением там нескольких типа Полтавы. А очень часто и четвертым. То есть, вначале были евреи, например. Евреев и русских было в 25-м году примерно попало. Месть составляли они в Одессе 90% населения. Потом было еще немного поляков, да, и кто-то там армян, и что-то, а украинцев как таковых не было. А? Румына. Да, Румына, а их как таковых не было. А это еще 25-й год, когда русским и евреям досталось больше всего. И вот это, конечно, это имеет рассуждение о том, что нынешняя как раз революция на Украине, она в революционном смысле является революцией сельского Онтаса, а ни в коем случае не городского Онтаса. Но это не нашего самого другого разговора. Я-то хочу заметить следующую вещь, что действительно Онтас горожайно основывается с философской точки зрения на том, что наши возможности кем-то стать, то есть возможность уследить многочисленную деятельность, незаданность, непривязанность какой-то розы деятельности, несубстантность этой деятельности, она как бы отвлечена от нас самих и положена прямо перед нами. Поэтому я иду в Мариинский театр часто, быть может, не потому что мне нравится тот балет или опера, а потому что тем самым я осуществляю эту свою возможность чистую. Город это то, в чем все время что-то случается. Чем больше город, тем он тут случается. Притом настоящий город, не Варгашовский поселок, и не Пикалево, то есть не индустриальные деревни всякие такие. Я хочу заметить, что бывают и не только индустриальные деревни, бывают административные деревни. Такая административная деревня, насколько я себе это представляю, до сих пор является Канбера. То есть они хопа берут и разлетаются часто на субботу и воскресенье в Сиднее и Мельбурн. А там чиновники в этот момент существуют, они осуществляют какую-то деятельность. Она для них запнута. А живут они, то есть осуществляют неутилитарную деятельность, то они осуществляют ее только в одном, в тех же городах, в Мельбурне и в Сиднее. Таким же индустриальной деревней, по сути, не индустриальной, а административной деревней. Был бомб столицы ФРГ, до того, как она не приехала обратно в Берлин. Точно так же, она привязана была тоже как определенного рода одной деятельностью. Трудно сказать, что ее населяли действительно населяние. Но думаю, что среди частей людей, которые обретались там, вот именно происходило, я в том числе боюсь, что ее утрата, он-то согрожанин. А нельзя ли вот этот поле возможностей, на который ты указываешь, обозначить просто как разделение труда? Нет. Город отъезжается от деревни тем, что там разделение труда представлено в наиболее явном уровне. Нет, я хочу сказать, что у тебя это не разделение труда, а в том, что у тебя не утилитарное, а противопоставленное утилитарным. То есть, ведь смотри, из того, что я пошел в Мариинский театр, это не означает, что я в этот момент осуществил разделение труда какое-то. Да? Или то самое. А в том смысле, что это моя потребность быть многообразным, иметь различную роду определенность, оказалась положена передо мной объективно. Ну, деревни тоже куда можно поедать. Ну, это да. Это у того же самого Голковского замечательное эссе про Собянина накануне выборов было. Оно у него состояло в том, что у Собянина есть ментальность сельского жителя, что он живет в доме, типа того, что, а город, это у него там, где он работает, это свинарник, типа того, что. Там сидят свиньи, там, тарахтит трактор. И вот Собянин с подобного рода ментальностью, он показывает, как это было, стал вдруг внезапно губернатором, то есть мэром Москвы. И что из этого получилось, на большом количестве примеров. Адресую к этому великолепному ОССР таким образом. Но я хочу заметить, что у тебя не только деятельность, она дана как именно та деятельность, потому что я плотник, столер, кто-либо еще, но она вместе с возможностью учитывать другую деятельность. Вот именно возможность учитывать другую деятельность, на мой взгляд, является то, что, скажем, Переслеги называет термином неутилитарное. Тут еще у тебя методологическая проблема есть. А как становятся горожане? Не рождаются же горожане? А фига. Не рождаются же селяне? Не знаю. Это методологическая проблема. У тебя получается так, что селяне заселили Львов. И хотя вместо, в смысле, городская среда должна была детерминировать возникновение горожан, они горожанами не стали. Не стали. То есть генетически, ментально, или как они там? От молока матери были селяниями? Да, антологического приключения массовой не произошло. Ну и большого количества, скажем, Петербургца тоже его не произошло. Вот поэтому Евгений Берсеньев, он нам постоянно говорит о том, что у русских в крови ненависть города. Нет, вопрос не в этом составе. Вопрос в том, что методологически очень понятно, как вообще горожане возникли. Не рождаются же действительно горожанами, правильно? Им становятся, наверное. Скачком, скачком. Пускай скачком, но это означает, что сельские жители приходят в город и становятся горожанами. Хорошо, но что должно накопиться, чтобы произошел такой скачок? Приклонное. Ну, мое предположение, вот я почему говорю про разделение труда, мое предположение, стало быть, можно так переформулировать, что как только в одном месте собирается, с какого-то периода настолько дифференцированное разделение труда, концентрируется в этом месте, тут как бы с хлопком возникает город. Почему? Потому что, когда у тебя есть множество, множество действительно этих возможностей, пойти, не знаю, там в сапожники или в кузнецы, и еще сто таких, только в этой среде могут возникнуть такие цеха, абсолютно бессмысленные где-нибудь в сельских условиях, как какой-нибудь университет. Вот только здесь. Только когда накопление дифференциации разделения труда достигает какого-то порога, после чего начинают возникать театры, возникают университеты. А до того не нужно, потому что люди просто заняты экономикой. Они функционируют в качестве такой большой деревни. Да, я совершенно, вот я немножко историю городов изучал, и все как бы происходит совершенно не так. Вот это вот так принято думать, что люди собрались в одном месте, у них появились ремесла, а потом они построили ратушу или что-либо еще. Исторически все происходит иначе. Один из самых распространенных вещей, помимо того, что вначале возникла ратуша, а около нее появились люди, то есть сначала герцог здесь поселился, а около замка появились все остальное, то она состоит, что город это нечто, осуществляющее некую сакральную деятельность. Вот, например, функция Рима, она в чем состояла? Вот во время чумных эпидемий жители всей Европы часто приходили в Рим, имели возможность прийти за спасением. То есть приходило полтора миллиона человек пешком, и они приходили в Рим спасаться от чумы. Ну и разумеется, понятно, что с ними было, да? Во время чумной эпидемии все собравшись в одном месте, они просто вымирали. А папа от них бежал в Авенью, соответственно. В те самые замечательные времена у нас были. Вот. Но мы видим здесь, что город как таковой, он оказывается вокруг некой сакральной вещи. А ремесла и все остальное, разделение труда, уже появляется позже. Поэтому есть понятие мезолитического города, то есть такого, первобытного города, который опять, по каким-то причинам появились горожане, пусть их 20 человек. Я полагаю, что город начинает возникать тогда, когда у тебя оказывается некая трансцендентная деятельность. Если ты полностью замкнут в кругу иммунитного, то ты становишься, останешься вот этим самым селянином, хотя будешь мастером на все руки. И плотником, и столером. Нет, 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 это не соответствует замкнуть. Реальности не соответствуют, потому что крестьянство, и изначально, и многие религии изначально, это именно сельские культы, никакие не городские. Причем городским культам как раз характерно нечто другое. Многообразие религий. Нет, я хочу сказать другое. Изначально все культы всегда сельские. Почему? Объясняй. Потому что земля либо дает, либо не дает, это не зависит от человека, это зависит от чего-то другого. И поэтому возникает божество, которому нужно поклониться, чтобы земля дала. Отсюда земля, во-первых, представляется, как мать земля, или богиня земля, и прочее. Культ матери, то есть культ плодородия, женскую плодородию. Сакральные места есть в религиях? Только всегда сельские. И всегда сельские. Ну вот, и они после этого перестают быть сельскими. Нет, 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 Булат, это... Нет, городские культы иные. Вообще не поддает, не выдерживает никакой критики. Подожди. А если люди живут, потому что они живут в порту, они зависят, извините, ни от какой, ни от земли. Они зависят от моря. Вот пришли караваны кораблей, либо не пришли. Бог моря либо их пустил, либо их не пустил. Земля им вообще не нужна, но они живут в городе. У них занятие сугубо городское. Они разгружают и загружают корабли. Все, никакой земли у них нет. У них земли нет, но на самом деле, как бы... Ну, ты правильно говоришь, но сельские культы, они точно так же... Нет, я хочу сказать, что пусть они сельские культы, вот они живут в этом же сельске. Поздно или рано, у тебя в этой округе оказывается более святое место. Самый целебный ключ, еще чего-то. Давайте как бы я свою вещь скажу, что на самом деле города возникают как торговый центр. И никакие все остальные вещи, там, хит-сакральные, это все на самом деле прибывает одно на основе. Всегда возникает как торговый центр, город. Необходимость торговли, да, она... Почему? Торговля, это всегда, как мы понимаем, богатство. И вообще все богатство современное, это основано на торговле. Это финансовый капитал и прочее, прочее. Для того, чтобы этот центр торговли смог существовать и обезопасить себя от всех бандитов, войск и прочее, нужно его огородить. То есть на самом деле всегда как торжеще. Любой город это торжеще. Новгород ли это, Псков ли, либо что-либо любое. Возникает сначала торжеще. Она возникает для пересечения каких-то торговых путей важных, да. И вот на основе этого торжеще возникает все остальное. Уже присоединяем сюда и ремесла, да, чтобы поближе к торговому. Что такое ремесло? Оно тогда имеет смысл, когда можно продать. Если ты делаешь какие-то изделия, они тебе-то сто лет не нужны. Ты сделал себе одно изделие, и тебе хватает. Любое ремесло нацелено на продажу. И поэтому оно садится рядом с местом, где можно продавать. Промышленность. Опять же, та же самая смысл. Оно возможно только тогда, по-своему, ты же не будешь изделия кушать. Тебе его надо продать, чтобы купить продукты. Только сельское хозяйство может быть натуральным, да. Только оно может жить в рамках земли. Ей не нужно никакое торжеще, ей ничего не нужно. Поэтому я считаю, что на самом деле изначально город организуется вокруг вот этого торжеща. Город может организоваться как военный фарфос, допустим, вокруг крепости. Он может организоваться вокруг монастыря. Нет, смотрите, исторически город может организоваться вокруг чего угодно. Но он как бы по смыслу, изначальному смыслу, что такое город, это место, где люди пересекаются и обмениваются. То есть это изначально торжеще. А я думаю, что город это там, где живут горожане. Нет, я понимаю, что они и становятся горожанами потом. По факту. Может, в городе есть, что он объединяется все, что вы перечислили? Да, обязательно. То, что он огорожен, то, что есть войска. Да, настоящий город обязательно. В войска почему нужны? Понятно, потому что там собирается богатство в городах. Именно в городах. Заметьте, никто никогда не видел, что в сельской местности можно было собрать богатство. На земле вообще невозможно достигнуть такой плодородности. Нет, но в городе можно укрыться. В городе можно укрыться, это уже вторичный фактор. Факт состоит в том, что именно города накопливают богатство. Именно поэтому они требуют стены вокруг себя. Потому что именно там собирается богатый люд, именно там возникает все, что называется цивилизация. Это опять весь внешний разговор. Я еще что хочу заменить. Единство горожанина другое, чем, скажем, единство национальности. Ведь в самом деле единство национальности, ну вот я русский, он русский, тот русский. Это как бы моя собственная индивидуальность. Это моя собственная определенность. У меня есть такая определенность, это определенность меня роднее с другим человеком, который обладает аналогичнойureauицией. Ну скажи, единство территории, почему вы долго говорите о чем-то. Ну единство территории, есть такое понятие единство территории. Рядом сидишь в очереди, и вроде уже единство просто в очереди. Да, это люди, которые вот... В этом ничего особенного-то нет. Ну что на это педалировать-то? Ты скажи, как горожанин становится? Если ты хочешь сказать, что есть селяне, рождаются селянами, есть горожане, рождаются горожанами, тогда это фашизм просто. Есть хорошие люди, цивилизованные, а есть какое-то быдло, которое на земле тусуется. Я хочу заметить, что горожанин это не единство территории. Не единство территории. А единство чего? Это означает, что когда у тебя положено... Неутилитарное у него возникло. Конечно, когда времени много свободно, у тебя пока что есть, тебе не нужно на земле, утра дает черный работа. Возникать неутилитарное следствие, а не это, а не причина. Следствие это, понимаете? Объективно положено, моя самая способность... Ой, да, Игорь, она положена только тогда, когда у тебя получается свободное время возникает. Сельский житель, он на самом деле в цикле природы просто привязан к земле, он не может от нее освободиться, он постоянно должен работать, работать и работать, чтобы вообще прокормиться. И излишки возникают в городах, богатство накапливается в городах, и там люди могут позволить себе развлечься. Отсюда и возникает все, что ты говоришь, неутилитарное... Вот еще раз говорю, что попытка сказать, что город это то, где люди развлекаются, это как раз точка зрения на город селянина. Город это там, где у тебя свинарник, там, где у тебя есть производство, и там, где у тебя есть клуб, где ты развлекаешься. Да дело не в этом, ты скажи, как горожанин становится, и станет сразу все ясно. Можно я скажу? Мне кажется, что горожанин становится следующим образом. Город накапливает, помимо всего прочего, что это речь, культура, и вот именно преемственность всего, и ремесел, и культура, и организация армии, там, все. Если эта преемственность передается, неважно каким образом, приезжает сельское население в этот город и так далее, то город продолжает существовать. Если эта преемственность нарушается передачей, то город перестает существовать. Не, я не знаю, я как раз по городу думаю, что существует определенного рода скачок, ведь ты же не можешь никогда понять, когда человек научился читать. Вот он берет, складывает из букв слова, складывает, складывает, читает по слогам, а потом хопа, и скачок произошел. Человек научился читать. Или он считает, раз морковка, два морковка, три морковки. Но три морковки никогда не дают тебе числа три. Потом хоп, произошел этот странный мистический, психический акт, человек считает. Здесь точно так же. Хоп, одно поколение, второе. Один приехал из деревни, через город он горожанин, а другой в четвертом поколении здесь живет, у него по-прежнему, скажем, в Петербурге. Мышление вот точно такое же. Город для него не является чем. У нас ввел собственную профессию, и этой профессии следует. И таким образом живет. Разговор об интеллигенции, понимаешь, или разговор, как я всегда... Похоже-похоже. Да, или разговор о том, как я говорю, что два мужика в пиво-баре сидят и доказывают, что значит быть мужиком. Один говорит, да надо пиво пить там немерено и не пьянеть. А другой говорит, да нет, надо там, типа там, заниматься любовью, думал помрачение и так далее. Это из этого разряда, понимаешь, из-за разряда у кого длиннее, понимаешь. Да, да, да. Глупость какая-то. Да. Я понимаю. Вот я об этой глупости продолжаю. Я опять возвращаюсь к этой штуке странной. Что значит быть и горожанином? А горожанин – это тот человек, который у тебя пространство возможностей, понятые именно как пространство возможностей, у тебя общее. То есть у тебя, твоя возможность быть кем-то, она у тебя положена объективно, и то, что она у тебя, как бы, твое пространство вот это, оно одинаковое, то это и делает тебя, собственно, жителем вот этого самого города. То есть это не есть идентичность, не есть твоя собственная определенность, я хочу обратить внимание. Это очень странно, это на это дело посмотреть и в армии, как это происходит. Когда селяне, по сути своей, собираются в круги, они относятся к москвичам, петербуржцам, как тоже еще к одному землячеству. Они делают, а ты какой? Да я тамбовский, а ты там, а ты кого там знаешь? Я такого-то знаю. А такого знаешь? Нет, такого не знаешь, ну ты типа не знаешь. Но в то время Москва и Петербург не являются землячествами в этом смысле. То есть у тебя нет такого качества, у тебя нет такого как бы идентичности, как тамбовский, архангельский, такой там из деревни какой-то, матюшки или что-либо еще. У тебя происходит это иначе. То есть ты полагаешь перед собой некую свою собственную возможность с кем-то стать наружу объективно. Это положенная наружу объективность у тебя вот с другим человеком, петербуржцем, общая. И это получается, что нам задает совершенно другую парадигму или другой способ рассуждения о близости и дальности. Близкий тогда человек таким образом, у тебя становится уже не человек, у которого общая идентичность с тобой, а как-то совершенно иначе. И в этом был отправ, этот разговор очень близок к разговору об этой интеллигенции. Потому что у них там тоже, они были основаны на общей антологии, а не на общей идентичности. У меня есть предположение. Тогда может быть так сказать, что горожанин, вот это поле своих возможностей, он живет таким образом. Он живет договорным образом. Вот землячество по поводу того, что мы пскопские... Да, это, кстати, очень важное замечание. Оно натурное. Тут как бы я пскопской, и тут никуда не подеваешься. А горожанин, он как бы входит в коалиции, он входит в общество. Но это всегда, он всегда понимает, что это договорное вхождение. Оно для него не является чем-то естественным, чем-то ему отрождение присущим. Он ясно понимает, что вот он входит, там, я не знаю, в ремесленное какое-то сословие. Но это именно договор. Это не то, что он добился кузнецом. Да, 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 я согласен, да. Он так бы входит в качестве свободного субъекта в это объединение. Да, это правильное замечание. Оно действительно новыми красками вот эту ситуацию позволяет разведать. Действительно договорное, да. У тебя... И в этом смысле, а я, так сказать, с другой стороны, этот же аспект, что... Что ты кузнец или кто-либо еще, это не твоя судьба. Ты это понимаешь. Вот именно. И это не твоя судьба, это твой выбор. Да. Который ты к тому же... Это почему возможность? Потому что ты всегда понимаешь, что ты можешь поменять. Да, да. И город именно является то, что тебе задает горизонт этой возможности. То, что стоит перед тобой в качестве именно твоей возможности, а не в качестве... Горизонт задает, это, собственно, просто эмпологическая структура человека. А в городе просто она проявляется, а в сельском хозяйстве меньше проявляется. Этого никакого отношения к конкретному городу не имеет. Другое дело, на самом деле, вот есть вот понятие традиционного общества. И везде любое традиционное общество основано на сельском населении. Почему? Потому что именно традиция, да, она передается от отца к сыну именно на деревню. Именно в деревне сохраняются все традиции там. И культурные, и религиозные, и прочее. И всегда это именно деревня. Ты к чему сейчас? Я к тому говорю, что город нивелирует все традиции. Вот вы тут о какой-то культуре говорили, мне это даже смешно. Город это то место, как секуляризированное максимально, где все стерто. Все различия как бы неизведены до нуля. Где нету, на самом деле, по сути, никакой культуры. А есть только что-то, как бы, маскирующееся под культурой. Нет традиций, а что-то есть маскирующееся под традицией. Ничего подобного. Деревня почему держит свою культуру прекраснейшим образом? Потому что она не знает, что у той культуры, у той традиции, которую она себе хранит, есть какая-то альтернатива. Нет, не потому. Вот только поэтому. Она вот пьет чай с баранками и свято блюдет эту традицию. А горожанин знает, что можно пить не только чай с баранками, но чай с пирожными, кофе с пирожными. А можно пить кальвадос, а можно пить вино. Ну-ка, я отсюда и следую, что... И это разные традиции. Правильно, я отсюда и следую, что никакой традиции нет. Нет, нет, нет. Ты просто не дал, не дал, не дал, что ты говоришь. Ты говорите, не дал. Ребят, ну вы посмотрите на наш город, на самом деле. Где вы видите культурных людей? Вот мне больше всего поражает это. Как раз город, это место. На каждом шагу. Нет, ну это тебе так кажется. На самом деле, культурный человек, это человек, который отражает себе некую культуру. А не тот человек, который, как вам кажется, может пить одну, вторую, третью, съесть одну колбасу, съесть другую. А Игорь, что дальше-то хотел сказать? Дальше, кто хотел сказать? Вот ты его поймал на середине, а дальше что он хотел сказать, раз ты начал возражать уже? Возражение состоит в том, что когда, на самом деле, возникает многокультурное общество, в котором много раз культура перемешиваются, никакая культура не сохраняется. Так устроено почему-то, когда сталкиваются... Подождите, подождите, религия уничтожилась, вера в Бога уничтожилась не тогда, когда люди стали наукой заниматься, а именно тогда, когда одна религия столкнулась с другой. И тогда поняли, на самом деле, что вообще-то как-то странно, Бог один, а религий много. И это странно, понимаешь? Нет. И когда возникает терпимость к тому, что люди могут верить иначе, тогда и возникает конец любой религии. Ты можешь, конечно, кричать сколько угодно, но это просто фактически неправда. Ну как фактически неправда? Вот те христиане, которые сейчас существуют толерантно, это не христиане. Это просто как бы... А ты знаешь, кто такие настоящие христиане? А по-моему, настоящие христиане это как у Гоголя, да? Нет, по-моему, настоящие христиане... Те, которые в древних хранят традицию свято, неукоснительно, как... Которые считают, что нет никакой другой веры, которые... Это нифига не вера. А что это такое? Это суеверие. Нет, ну... Игорь хотел сказать другую вещь. Это никакая не вера. Ты его прервал на чай с баранкой, на чай с баваранкой. По какому-то веры... С точки зрения Игоря, я здесь его поддерживаю, но состоит не в том, что дело, что человек начинает знать, что кофе можно пить с пирожными или что-либо еще, но при том, что он, зная о том, что все возможно, он продолжает пить чай с баранками. Вот в этом и состоит хранение культуры, как культуры. Селяне не знают, что нет кофе, поэтому у него чай и баранки, баранки и чай. Игорь, ты хоть одну русскую традицию, кроме березок и прочего, скажи, что ты знаешь из русской традиции? Вот существует тысячелетняя история русского народа. Ты же ничего не знаешь. Ты только знаешь, что вот как бы она это существует, где-то она есть, покажите мне этих танцующих ряженых, каких-то там русских там... Есть, есть. Если не песни, хоть одну песню народную, скажи. Я тебе, ну при чем здесь народные песни? Да я потому, что нету культуры никого. Русская культура, это лебединое озеро, это музыка шнитки, это умение... Это не русская культура. Это умение брать... Подожди, стоп, стоп, стоп. ...решать дифференциальные уравнения. Вот это русская культура. А то, что ты говоришь, это фальшивка. Подожди, это не русская культура, это городская культура, которая, как ты правильно сказал, полностью стерла и национальность, и все различия. Это культура цивилизации. Нет. Подожди, это просто городская культура, это не русская уже, это уже как бы просто то, что называется стерто все в ней. Настоящая русская культура осталась только... Есть громадное количество городов, где не является традицией уметь решать дифференциальные уравнения. А Петербург является. Но это не является культурой Петербурга. Это просто на самом деле городская культура принципа. Давай не будем апеллировать к Чайковскому и Шнитке. Вот то, что сейчас здесь происходит, в этой комнате, это сугубо русское культурное явление. Нет. Которое не существует, не существует ни в каком другом культурном контексте. Ты пойми одну простую вещь, что радикальная разница антропологическая между селянином и горожанином состоит в следующем. Что те тождества и культуры, которые есть для селянина, они для него жестко заданы. И он может только в них находиться и их воспроизводить. Ничего кроме этого не знают. Горожанин понимает, что есть не просто национальность в качестве объединяющего, но есть еще объединяющие, например, в качестве философствующие. Вот это является реальным объединением, но это объединение не по крови, это объединение не по месту рождения, не по акценту, с которым ты говоришь. Это объединение сугубо существующее в культуре, в которое входит горожанин свободно. И эта свобода выражается в том, что он понимает, что он может войти в эту общность, в эту общность. Это не означает, что для него теперь нет никакой традиции и никакой культуры. Но то, что он в состоянии переходить от одной культурной формы к другой, является радикальным, антропологическим отличием. И думать, что русская культура, исключительно деревенская культура, это вообще не слыха. Любая культура, только деревенская культура. Любая, а городская культура, она, как это называется? Космополитична. Нет, космополитична, да. Она, потому что городская культура немецкая, американская, любая городская культура однотипна. Она однотипна. Это бред, на самом деле. Послушайте, что везде университеты, везде ваши театры, везде одно и то же. Нет, нет. Подождите, послушайте. Послушайте, послушайте, дай тебе мне сказать. А я, что тебе говорить, ты неси. Совсем недавно Игорь говорил, в чем суд русской русскости, в том, что надо в европейскую культуру жить. Вот и все, быть европейцем. Ты недавно это говорил, скажи мне. Ну это и есть суть. Вопрос, о чем я говорю, что нет никакой русскости. Нет, но я же потом сразу же это договаривался, что быть таким же представителем народа Первого Мира, говорил, ровно таким же. Да. Но при этом сохранить свою собственную идентичность. Как немцы отличаются от французов, так мы будем отличаться и от немцев. Там же речь была о том, что русских пытаются превратить в последнее время в страну Третьего Мира. Если мы взаимно соотносим две религии, то мы нивелируем и ту, и другую. Потому что для нас, когда религиозность представляет собой нечто частное. Ты кто христианин, а ты кто мусульманин. Ну это частность. Потому что есть буддист, есть там еще кто-то, и Третий, Десятый. Я, на самом деле, последовательно воспроизвожу то, что как бы считаю правильным. А именно, на самом деле, городская цивилизация, это именно и есть цивилизация космополитическая, которая создала все, что мы знаем про цивилизацию, в ее космополитическом смысле, это и есть городская культура. Совсем иное, как бы, да? А традиционное, то, что чем мы гордимся, вот этой русскостью и прочее, если говорим о русских, это всегда сельская культура, это всегда культура земли. Это всегда... Вообще сама Русь, да, как бы, это привязка к земле, а не привязка к каким-то там висящим в воздухе ценностям. Чайковский у них является русской ценностью. И то, что он творил... Да, является, не поверю. То, что он творил, я понимаю. А ты и я говорю, что это европейская, это городская ценность. Точно так же Чайковского любят и в других городах. Понимаешь? Ну, это на самом деле, это имеет значение, это общецивилизационное, а не какой-то отдельной ограниченности какого-то города или какой-то страны. Я даже не знаю, чем объясняется твоя пещерность. Ну, конечно, я пещерный. Мне кажется, что интересно, что если вы считаете, что вы какие-то зашоренные и ничего-то не видите, то, конечно, это не так получается, что с вами какая-то проблема. Это, конечно, проблема со мной. Вот я всегда сижу и как идиот... Если я что-то высказываю, что вам в голову не укладывается, почему-то идиот всегда я. Ну, хорошо, я буду идиотом. Пускай я буду идиотом. Вот первый признак шулерства, интеллектуального. Человек отвечает мне на конкретные возражения и переходит сразу к некоторым абстрактным вещам. Я говорю, что вот конкретно, когда ты говоришь, что русская культура – это исключительно деревенская культура, а городская культура, она не является русской... Да, она является общей европейской... Это грех сумасшедшего, потому что никто никогда так не думал. И это противоречит всем фактам, всем культурным наблюдениям. Ну, я не знаю, ну, попробуй поживи в европейском городе, и ты увидишь, что он не похож на город Питер и его жителей. То есть там не будет... Конечно, я там приду, театров нет, кинотеатров нет, университетов нет, все, все, чем мы хвалились, школами, университетами, все там будет. А ничего там не будет. Ну, и здесь-то другие на свое лицо, посмотри на мое. Мы другие, и что? И мы люди. Нет, Влад, ну, это честное слово. А ты считаешь, что у них в деревнях во французском тоже пшеницу у него сделают? Нет, я считаю, что в деревнях у них, что деревня, она... Вы сами же говорите, что деревня, она консервативна, она сохраняет некоторого рода моно... Почему? Потому что там... Да, там не с чем сравнить. Они... Они города... Они хереда... У них... Это технологическая ошибка. Нет, у них то, что... Деревня точно так же все одинаковые по всему миру, как и все города одинаковые, вот как ты говоришь. Но есть различия, на которые пытаются Игорь указать. Нет, я говорю... Между русскими городами и французскими городами. Да это различия есть, я просто хочу сказать... Из этого следующего городская культура, она тоже бывает разной. Правильно. А я говорю на самом деле... Как деревни бывают разные, французские, я не обыдываю. Я говорю, что города нивелируют различия в принципе. Конечно же, города сами по себе являются какими-то разными. Сами города. Бывают разные. Но изначально город внутри себя все различия между людьми нивелируют. Я не знаю, что тебе поможет. Это города... Книжки почитаешь, что ли? Или съездив какой-нибудь... Был повелон один такой город. Ну и все. А так города национальные пока... Потому что этого и вернемся... Вот куча деревьев... Где же национальные... Где же национальные? Какой город не возьмешь... Многонациональные... В России не татарские города, а в России... То есть не в России, а в самом деле... Ну это неправда. В том-то и состоится суть на самом деле, что город, как я говорю, как тоже считаю, всегда объединяется... Много народа. Всегда. А культуры разные. Это я еще раз говорю, вы путаете, у вас смешение. Я не говорю о том, что города одинаковые. Я говорю о том, что город внутри себя нивелирует различия. И это неправда. Ну как неправда? Если это правда. Если это правда. Это просто фактическая неправда. Потому что если в деревню приедет инородица, он так и останется инородством. Он никогда не вольется в сельскую культуру, потому что он иной. Потому что земля его не примет, что называется. А в городе всех принимают. Приходи любой, понимаешь? Это не ахинея. Это смысл города состоит в том, что город это тоже, где приглашены все. Если ты приходишь, как мы сами говорили, договорная культура. Договорная в другом смысле. Не в том смысле, что все перестали быть русскими, и все стали одинаковыми. Причем перестали быть русскими? Я говорю, больше всего меня удивляет. Вы на меня пеняйте. Сами не можете понять, что я говорю. Причем не все это. Я не говорю про русскость, чтобы все стали русскими. Я не об этом говорю, что все нивелируется. Не важно, что ты русский. Не важно, что это Аталия. Не важно, что там кто-то еврей. Это просто не важно. Вот в городе это не важно. А важно, что ты горожанин. Что у какого-то тебя есть, как ты говоришь, абстрактные возможности, которые ты можешь реализовать где угодно. Вы сами стоите на этих основаниях, но почему ты идиот, я. Я ловлю вас в вашей последовательности. Главное, антологическая структура, а не твоя, принадлежащая к какому-то народу, какой-то национальности, какой-то конкретной культуре. Важна антологическая структура. Ну, из этого следует, что на самом деле их все остальное нивелируется и уход на второй план. Булат, еще раз, или нет, так, не еще раз, последний раз объясняю точку зрения. Она состоит в следующем. Что да, город это некоторое смешение и лавильный котел, и все, что хотите. Но означает ли это, что в этом котле исчезают всякие культурные определенности? Нет. А все твои аргументы строятся, исходя из того, что да, исчезают. Была культура в деревне, попала в город, исчезает. Я так не сказал. Ну, ты и говоришь, что... Ты так сказал. Я сказал, нивелируйся. Что такое нивелируйся? Это означает, что не так важно, что ты татарин, русский или кто-то. Конечно, я приехал в город и перестал быть татарином. Не так я говорю, ну что, не надо из меня идиот делать. Я имею в виду, что нивелируется, не важно, что ты татарин. Не важно, что ты христианин, иудей, да. Не важно, кто ты. Важно, что ты просто в этом... Что все это нивелируется. А важно другое нечто, да? Что твоя аналогическая, как вы говорите, возможность стать кем-то и как-то себя реализоваться. А в деревне важно, что ты татарин. Важно, какому ты роду принадлежишься. Вот о чем я говорю. Поэтому там есть скульпура, потому что я в ней нахожусь, я в ней плотно завязываюсь. Важность, она в каком смысле? А здесь я выхожу и перестаю как быть привязанным. Важность ты в каком смысле употребляешь? Важность. Важность? Для русского, например... Важность, что моя определенность, собственное, мое понимание самого себя опирается на некого рода нечто. Наше нечто важное. Когда я говорю о себе, спросит горожанин, ты кто? Он скажет, я горожанин, я человек, скажет. Спросит сиянин, ты кто скажет? Он скажет, например, я такого рода, я там, допустим, христианин. А здесь ситуация, она оказывается. Видишь, в чем дело? В известном смысле сельский русский или сельский татарин не знает о своей русскости и татаркости. Вот не знает и все. Но это не правда. Ну вот в каком-то смысле он его не знает. Потому что это его судьба. Как бы это его судьба. Это его данность. Правильно. Разговор по судьбе, это как раз правильный. В том-то и состоит суть сельского человека, что он на самом деле живет судьбой. Он родился и он в судьбе находится. В судьбе судьбой живет. В том-то и состоит то, что он носитель вот этой судьбы. Он является носителем культуры, потому что он изначально в ней находится, он к ней принадлежит. А не так, что сбоку смотрит. А что же мы там, там одно, второе, третье, десять всяких разных культур, а я никакой не принадлежу. Я там типа возможность чистая захочу. Для горожанина... Вот опять, опять ты говоришь, что чистая возможность, это ложь. Ну вот он, это же... Не я, не Игорь, это не у него. Ну Игорь начал с этого, что город, это пространство возможностей, а горожане, это тот, кто это возможности осуществляет. Совершенно верно. Это не чистая возможность. Но именно осуществляет. Правильно, но возможно. Осуществляет свободным образом. Конечно, свободным. Но это означает, что все остальное не существенно. Вся определенность не существенна, а по существенной только формы возможностей. Нет. Ну как нет, то он у Игоря спросил. Вот сидит фактор. То он с этого начал. Как ты-то понимаешь, тогда мне не понятно. Ты какую-то свою точку зрения настаиваешь. Я же говорю про Игоря. Игорь на это восстанавливает, что есть форма, чистая форма горожанина. Без относительно всех определенностей. И он может любую определенность осуществить. А христиане наоборот! А так может же осуществить. И это и есть культура. Ты понимаешь? Это культура. Но другая, я говорю, это культура, которая... Космополитическая культура какая-то. Общецивилизационная культура. Потому что быть чистой возможностью, это означает быть человеком абстрактным вообще. Не человеком конкретно, принадлежащим данной Земле. Ну это же не так немножко. Ну я понял, хорошо. Ну что, еще кто-то хочет сказать? Ну просто высказывай себе примерно. Ну понятно, да, в каком направлении я предлагаю двигаться. Что касается попытки превратить урбанистику в философскую дисциплину. Мне казалось до сегодняшнего семинара, что мне удалось в этом направлении определенного рода достигнуть определенного прогресса. Спасибо. Спасибо.